Децизия тебе пришла через два месяца, а карту уже получил через три после подачи. Да, я уже сейчас с картой пробыт. До конца 2018 года могу легально работать. То есть на тот окрас умов, который ты получил, договор последний, до окончания действия этого договора? Да, мне сказали это максимально, я хотел на три года получить, но сказали им это невозможно, из-за договора, что у меня один переходит во второй и как-то, ну, если бы он был на час наукрашленный, то, возможно, могли бы, но и так, извините, и так, в принципе, люди год получают чаще всего, поэтому это круто, в любом случае. Ну да, получил карту по быту, работаю дальше, поднимаю производство польской на ноги, с колен на ноги, металлургическое. Польскую металлургию поднимаю, да? Ну, в общем, ты доволен? Да, в принципе, ну, доволен, ну, почему нет, ну, Европа, здесь, город, города, в принципе, был я в Варшаве, сегодня побывал в Кракове, Краков красивый, Варшава тоже мой город Кельце, ну, поменьше, конечно, размер, но тоже все красиво, чисто, уютно, так скажем, в городе. По поводу отношения, отношения вот в быту, скажем, соседей, в магазине, на работе, вот отношения тебе, как к украинцу, да? Как вообще ощущения? Как к украинцу, в принципе, мне даже первое время, первые эти три месяца, пока я был на испытательном сроке, каждый подходил, ну, там, ну, во время там работы, мне что-то нужно, может, какая-то помощь, там, подсказать, да, что-то где-то сделать, помочь, в принципе, отношения, ну, хорошие, так как я первый украинец на заводе, может, поэтому я первый, единственный на заводе украинец. Ну, что значит, правильное образование? Просто образование и работа? Не, я просто вообще считаю, ну, если, ну, вы учились там, информати, металлург, сварщик, там, ну, работайте над этим, развивайте себя, влаживайте в себя информацию, там, образование, ну, ну, того стоит, да, там, поначалу, может, вы будете мало получать, там, ну, не все же сразу, все едут в Польшу и хотят сразу много, ничего не делать и много получать. Ну, может, немножко работает. Не, ну, а получается, хорошо. Так, давай еще так вот, чисто технически, ты, ты пока сам, семья еще в Украине, ты сейчас работаешь над тем, чтобы привезти, решаешь, каким образом ты привезешь семью. Сейчас вот такой немножко интимный вопрос. Тебе компания, в которой ты работаешь, дает жилье, сносное жилье, именно сама компания предоставила, то есть за жилье ты не платишь. Да, за жилье я не платишь. Твоя зарплата, ну, понятно, что суммой мы называть не будем, но она выше, выше минималки, однозначно. Да, она выше минималки. Не средняя по Польшу, да. Да, да. И, в принципе, для моего воеводства, для Кельс, у меня хорошая, так скажем, зарплата. Ну, просто в разных воеводствах, так как тоже общался с людьми, в Кракове, ну, дороже жизнь. Конечно. В Варшаве тоже дороже, в Ротсваде тоже дороже, соответственно, там заработки, ну, тоже, соответственно, выше. Ну, в принципе, на уровне оно тоже самое выходит, ну, я так считаю. То есть, грубо говоря, если приедет жена с ребенком, вам надо будет снимать квартиру, а то зарплаты в том формате, который есть, может не хватить. То есть, надо еще, чтобы жена шла работать, правильно? Нет, зарплаты, в принципе, если даже жена с ребенком приедет. И снимать надо будет? И снимать. Или в том жилье можно будет снимать? Нет, ну, я просто не хочу там. А, окей, да. Ну, это больше, я понимаю. Будем снимать, допустим, если даже жилье, жилье в моем городе стоит снять от 600 злотых. Это за одну комнату? За одну комнату. За одну комнату от 600 злотых? Ну, маленькая там кавалерка 600 злотых плюс медиа. Ну, все дела. Ну, до тысячи. До тысячи. В принципе. А, окей, тогда, да. Скромно. А если еще и жена готова, то очень супер. И, в принципе, ну, там, на какой-то остаток денег можно хорошо питаться, в принципе, что-то себе купить там, либо отложить. В принципе, можно на одну зарплату выжить. Ну, соответственно, если будет две зарплаты, ну, то есть уже возможности будут больше. Авто уже себе присмотрел, то есть уже собираешься брать машину? Да, собираюсь брать машину, так как есть карта по быту, ну, хочу, да, взять. То есть уже заработаю, машину заработаю, скажи. Ну, можно и дать. Ну, простенькую, но заработаю. Не поршка ем, но... Не, ну, так, грубо говоря, сказать, если вообще на самую простую, хватит одной зарплаты, чтобы купить машину. Это хватит. Понятно, лучше. То нужно больше. Ты, скажем так, ты себя видишь, вот, может быть, не прямо в Кельцах, да, через 5-10 лет, но вообще в Польше. То есть я такой вот... Я не говорю, что вот ты приехал навсегда или навсегда, но такой вариант ты рассматриваешь? Да, я рассматриваю такой вариант. Я хочу, опять же, дальше развиваться в своей профессии металлургической, на этом не останавливаться. Молодец. В принципе, я и так, ну, приехал мне так. Может, повезло, что я попал в него. Я не уверен, что, то есть тебе не повезло. Ты, тут редкий случай, когда у тебя правильная профессия, но правильная в плане нужная профессия. У тебя есть образование, у тебя есть опыт работы, и эта профессия, она, ну, всегда будет нужна в ближайшем. Наверное, в принципе, когда я искал по Польше, много литейных заводов, каких-то фирм, филиалов, филиалов немецких, там, итальянских здесь открытые. И дальше, чтобы развиваться, тебе нужен язык, желательно английский или немецкий. А желательно, если и то, и другое, то это будет вообще бомба. Ну, я думаю, что если у тебя будет и немецкий, и польский, то у тебя будет и английский, и польский, и немецкий. Ну, украинский, русский, само собой. То, в принципе, ты уже можешь, в принципе, ехать в любую развитую страну, подавать свои заявки. И я уверен, что ты от Канады до Австралии сможешь устроиться без проблем. Ну, опять же, ну, понятно, домой тоже, в принципе, планирую какими-то периодами ездить. Дальше заезжать, где-то там, в Италии, ну, там, Германия, немецкий, там, какой-то. Заработки, да, там выше, как бы. Ну, и там вот так же самое, и жизнь там настолько же дороже. Вот, допустим, есть знакомые, которые работают в Англии, да, он получает, там, 2,5 тысячи фунтов. Он полторы тысячи фунтов отдает за квартиру. Ну, пропорция тоже. Пропорции все равно, ну, плюс-минус. Ну, условно говоря, там просто чуть больше останется на пиво, но никак не на машину, и не на, там, не знаю, не на квартиру, которую ты сможешь купить. То есть, конечно, если ты будешь жить сам в спартанских условиях, там, где-то там, в каком-то, условно, хостеле для работяг, то, конечно, ты сможешь отложить, и многие так и делают, потом эти деньги перевозят обратно в Польшу и покупают себе квартиры. Ну, да, вот, ну, таким образом. Ну, если ты приехал жить и работать, и семью создавать, или, там, с семьей переезжать, то, в общем, особо картинка не меняется. А если ты собираешься ездить, там, к родителям, или еще, там, ну, обратно, там, иногда заезжать в гости к семье, то, конечно, 800 километров – это не полторы тысячи, и не десять тысяч. Понятно, да, там, уже дальше будешь, там, проще будет самолетом там полететь, но это, опять же, там… Ну, это время, деньги, дискомфорт, все-таки, климат тоже имеет значение, часовые пояса, они выматывают очень сильно. Ну, в общем, логично. Вот, смотри, какие у тебя были страхи перед, чего ты боялся перед переездом, перед… Пока я искал работу, пока делал визу, чего ты боялся, и как, какие страхи оправдались, как ты с ними поборолся, или что оказалось, наоборот, смешным, да. Какими страхами ты уже, может, смеешься, ну, и, соответственно, что можешь посоветовать людям перед переездом? Страхи, честно сказать, я, ну, так как я сам занимался поиском работы, ну, я так скажем, в карте, в карте Google Maps были отмечены города, где мне тоже предлагали работу, но не хотели высылать мне приглашение на работу, ну, освещение. Им надо было, чтобы ты был в Польше. Да, им надо было, чтобы я был в Польше. Приехать в Польше. В принципе, даже, ну, я не боялся, что я не найду работу. Я знал, что есть по Польше, по краю, там, 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 да, да, нужно было там потратить немного, там, на проезд, не дальше доехать, там, лево-вправо проехать по Польше, ну, я бы работу нашел, ну, как-то страхов, так как и у них не было, так как я, я не спеша выезжал, я все старался спланировать, как я буду ехать через Краков, через Варшаву, там, где остановлюсь, даже, там, 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 можно снять хостел пока на время, там, переждать время, да, это все деньги, ну, ну, нужно это все планировать, не так, конечно, спонтанно лететь, непонятно куда, не знаю, чьи польского, тоже это невероятно. Но польский решает 90% всех вопросов, проблем, да, просто так совет тоже всем, начните с польского языка, просто, даже не с циви, начните с польского языка, с обучением, чтобы вы, даже если вы поедете от агентства, ну, там, поехали, там, заплатили деньги, ну, и вы хотите отработать, чтобы он больше платил, ну, как вы ему об этом скажете? Ну, никак. Хотя бы, чтобы попросить больше денег, надо, да. Хотя бы, чтобы попросить денег, это нужно сказать им. И объяснить, почему он должен тебе больше заплатить. Ну, и даже если тут не получится, вам работа не понравится, опять же, были случаи, я друзьям помогал искать работу, ему своим друзьям, он мне вот как не умеет говорить по польскому, я за него звоню, звоню, говорю, там мой друг там приедет, а чего вы звоните? Ну, вот он мне разговаривает по польскому, а как я с ним буду работать? Ну, правильно, да. Ну, вот и все, начните с поиска, вам будет легче, это будет, это будет огромнейшее, да, 90-95%, вы, вы не пропадете, вы не будете работать там на стройке, вы найдете себе более... Я не говорю, что стройка плохая работа, но найдете работу по себе, какая вам нравится, так вы сможете поговорить, обсудить какие-то детальные моменты, рабочие. Да, грубо говоря, даже узнать, где, когда дешевле, там, что-то купить себе, элементарно. То есть, поляки всегда очень, большинство из них очень открыты в плане помощи какой-то. То есть, не денег дать, а подсказать, где ты можешь сэкономить, где ты можешь больше заработать. То есть, помочь тебе информацией, подсказать что-то, то есть, по работе, по жизни. Они очень открытые, но единственное, что они должны видеть, что ты стараешься. То есть, они, если они видят, что ты стараешься, и пытаешься, и не пытаешься научить язык, они всегда, в большинстве из них... Да, поляки, в принципе, отзывчивы, они помогут обязательно, если ты... Ну, действительно, если увидят, ну, ты хочешь, там, работать, стараешься, да, там... Огромная разница, когда они видят желание расти и что-то делать. Это правильно. Ну, опять же, даже если вы едете там через агентство, сделайте все равно себе CV польское. Ну, опять же, перейти куда-то на работу, все требуют CV. Еще раз, сколько ты заплатил за перевод своего CV? Полли, 104? 50 гривен. 50 гривен, вот цена, вот, 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 вот это вот, я не могу сделать CV, я не знаю польский. Вот человек, вот, вот уже... Вы знаете, русский, украинский, неважно, на каком названии. 50 гривен, то есть, насколько я понимаю, там, кило селедки дороже стоят. Ну, да. Ну, там, условно, да, не знаю, там, гречки, но вот кило мяса стоит больше. Наверное, в Украине уже кило гречки стоят. Ну, наверное, да. Не в курсе, но вот цена вопроса. Ну, понятно, может, сейчас там будет 100 гривен, но в любом случае это откроет вам больше возможностей. И сколько... А, не помнишь, сколько ты заплатил за тот курс польского, который ты прошел в Украине? Ну, плюс-минус. Я знаю, сколько он сейчас стоит в той школе, где я учусь в моем городе, в суммарство это сейчас 350 гривен в месяц. В месяц? 350 гривен в месяц, сколько ты отучился? Два месяца? Ну, вот, отучился я 16 часов. Я отучился... Ага. Первый месяц я учился с обычной группой, и второй месяц, так мне уже прислали приглашение на работу, я должен через месяц выезжать, я учился экстремно, то есть я учился по 4 часа в неделю. И в итоге сколько ты заплатил суммарно? Ну, суммарно, ну, я тогда чуть меньше платил, ну, около 800 гривен, пускай не было там плюс-минус. Но это помогло тебе уже приехать и уже самому чего-то там говорить? Да, я, в принципе, приехал, меня понимали, меня даже по-польскому, я был в шоке просто от тех знаний, что я, в принципе, я считал, ничего не знаю, но оно помогло, действительно. Вот это та разница, когда вы платите кому-то за то, чтобы вам просто нашли работу, да, которая и так, в принципе, и есть, и когда вы сами, сами ищете, и поляки-работодатели видят, что вы самостоятельная единица, которая к чему-то стремится и, ну, готова расти и пытаться. Ну, и просто вот это, это уровень, как бы, человека и его способностей, и это уже само по себе, это огромное конкурентное преимущество, потому что, если искать на работу человека, который там, джиндобрый юдовидзэня, да, или человек, который уже научился чему-то буквально, вложил в себя какие-то деньги в образование, и вот он уже говорит, уже, это, знаете, вот как, ладно, не пугаю. Короче, это то, что, то, что вас будут выделять из толпы иммигрантов здесь, а конкуренция внутренняя уже будет расти, оно уже растет. Да, еще добавлю такой момент, что я сам учил польский, ну, да, я на, работал первое время технологом, техникодневник, и, как везде, в принципе, у многих работодателей указывается, праться под вплывом часа, ну, то есть, ну, работа под давлением, так, как бы, ну, понятно, не знаешь еще хорошо, польского, там, что-то не получается, понятно, в другой стране ты, ну, как бы, чужой, ты, ну, ты сам за себя отвечаешь, но за тебя никто не побеспокоится. В принципе, да, у меня было тоже так, как, не страх, а в течение трех месяцев, ну, тяжело первое время было, все равно, хоть это мое, я знаю, как, ну, мне тяжело было объяснить, как лучше сделать, как. Ну, как коммуницировать даже с коллегами, да, все равно этот процесс, ты же не сам себе там сидишь, там, стол кутишь, там, стул клепаешь, а при... Ну, да, были тоже какие-то там, ну, свои рабочие моменты, от которых действительно хотелось, блин, зачем я сюда приехал, блин, я не потяну, я не могу, реально хотелось уже либо сменить эту работу, либо вообще развернулся, уехать, ну, уехать это 10% назад было, а 90% сменить работу, так, ну, так была напряженная ситуация уже. В принципе, я даже уже нашел работу, в полтора раза выше оплачиваемую, ну, там надо было снимать же ее. В принципе, как-то посидел, успокоил в Кельце, да, тоже на литейной, ну, на литейном участвовании. Тоже технологом, тоже технологом, в принципе, то же самое, ну, то начальника уже работал, так я, как бы, более официально, но там тоже умывал операции начальника, но опять же, посидел, как бы... Остыл, подумал, посчитал. С женой тоже посоветовались, как, скажем, ну, взвесил я все за и, ну, все минусы, все плюсы, да, здесь я получаю чуть меньше, но живу бесплатно. Фирма, ну, уже работает, как, 200 лет от основания ее. Да, это показатель. Взвесил все за и минусы, перетерпел тот момент, в принципе, и все хорошо. Так что, что еще, ну, то есть, хотел добавить, так как я знал польский, я поехал, договорился с директором, был на том производстве, в принципе, готов был меня взять, у меня было с собой резюме от CV, в принципе, было у меня все на руках, чтобы я сменить мог работу, сегодня я уже здесь не работаю, завтра я уже на другой работе, никаких проблем. Ну, освещение у нас было сначала. Ну, освещение, там, я думаю, там, какая-то неделя, может, было бы, было бы готово. Супер. Окей, спасибо тебе, что ты поделился, потому что народ требует не программистов, а людей, рабочих специальностей. То есть, правильно тебя будут называть металлургом? Потому что стали летящими. Нет, металлург. Металлург, супер. Большое тебе спасибо, мы желаем, чтобы ты уже побыстрее привез семью и быстрее тут рост дальше. Вот, и если будет еще желание что-то рассказать, то будем очень благодарны и рады, как мы еще посотрудничаем. Хорошо, тоже смотрите все видео каналы, каналы «Жизнь в Кракове». Просто смотрите, просто учитесь. Есть много информации, есть. Много не бывает. Как получить пестель, которая тоже получилась с помощью канала этого. Это много моментов. Все есть в интернете, просто выделите на это времени. Ищите, ищите, учитесь. Учитесь, развивайтесь. Приезжайте работать с специалистами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.